Близится конец года, многие компании подводят итоги и строят планы на будущее. Строительная отрасль в этом году также прошла важный период. Появились скроу-счета, так называемое проектное финансирование. Ну а в плане жилья перемяки все больше выбирают проекты комплексной застройки. Сегодня об этом мы поговорим с нашим гостем. У нас в студии генеральный директор компании «Стройпанелькомплект» Виктор Суедин. Виктор Петрович, здравствуйте. Здравствуйте. Итак, с какими результатами «Стройпанелькомплект» завершает этот 2019 год? Несмотря на то, что год был не очень простым, ввиду изменений в законодательстве и так далее, то есть много было чего сложного, но тем не менее, идем по плану. И это самое главное. Это примерно около полутора тысяч квартир нам необходимо передать нашим покупателям. Где-то примерно около 500 квартир мы уже ввели в эксплуатацию и передали. Это был микрорайон у нас Матавилихинский, Медовый. Мы там тоже передаем в первом квартале. У нас жилищный комплекс «Солдатская слободка». Объект сдается, да, и мы тоже в первом квартале будем передавать. Белые росы будем передавать. Ну, в общей сложности нам еще передать надо 1100 квартир. В первом квартале следующего года. Сейчас мы очень аккуратно подходим к передаче квартиры жильцам. Поскольку вопросы качества выходят на первый план, очень тщательно мы передаем каждую квартиру нашему покупателю. То есть какая-то группа контроля выезжает, смотрит на качество отделки? Не только группа контроля. Выезжает независимая экспертиза, каждую квартиру оценивают, каждую детальку осматривают. После этого передают жильцам. То есть очень тщательно. Если мы могли такое количество квартир раньше передать за 2-3 недели, то сейчас она уходит на это примерно 2,5-3 месяца. И вот именно таким тщательным образом мы сейчас и будем передавать каждую квартиру. В связи с тем, что летом этого года изменилось законодательство, в долевом строительстве появились эскроу-счета. Я напомню тем, кто не знает, это когда покупатель расплачивается не за застройщиком напрямую, а через банк. В связи с этим вам удалось в этом проекте хорошо зайти в этот проект? Да. Мы зашли без особых усилий. Первый проект мы отрабатывали с банком достаточно долго. Но потом пошло почти как по маслу. Все равно очень длительная процедура согласования, потому что не только застройщик проходит проверку, очень тщательную проверку, на устойчивость, на финансовое положение, в принципе, как себя чувствует на рынке. Но еще и каждый объект проходит проверку. Поэтому все равно уходит времени достаточно много. Но уже технология согласования известна, понятна. И мы уже несколько проектов сделали достаточно быстро. По сути дела, на сегодняшний день все проекты, с которыми мы заходим, они все идут по эскроу-счета. Даже несколько проектов, которые мы могли достроить еще по старой схеме, по долевому строительству, мы увели под эскроу-счета. И я не пожалел об этом. Мы очень стабильно и спокойно работаем. И самое главное, нашим покупателям так же спокойно, потому что они... Гарантии безопасности. Да, и гарантии безопасности. Как вы думаете, почему проекты комплексной застройки сегодня пользуются особой популярностью у жителей? Ну, во-первых, когда мы строим комплексно, то мы учитываем все наши пожелания покупателей. Во-первых, допустим, такие моменты, как двор без машин. Но это же приятно, когда твой ребенок выбегает во двор, там нет автомобилей, и мы знаем, что он будет спокойно гулять. Во-вторых, вы знаете, многие, вот целое поколение, а несколькое поколение, когда покупает сын, допустим, квартиру, потом перевозит в соседний дом свою маму, свою семью, там еще кого-то. Ну, в общем... Семейный клан такой, да? Да, и очень много таких семей, и мне это очень нравится, что все живут, пусть в разных домах, но все в одном комплексе. Ну и потом. А в каждом комплексе, конечно же, у нас предусмотрены какие-то моменты для бизнеса, обязательно магазины, обязательно есть место, где появится детский сад. Так, допустим, вот в Кондратово, вот на днях мы уже... Я думаю, что мы подпишем контракт, который разыгрался недавно, и мы будем начнем строить его. Также идет очень активная работа сегодня и по детскому саду на Матавильфинске. Кто там выиграет, кто будет строить. Но его начнут. Очень важный момент, что это все рядом, это все действительно в комплексе. Поэтому, конечно же, наши комплексы пользуются спросом. Кроме того, надо понимать, что это не центр города, и квартиры там все-таки доступны по цене. Вот соотношение цена-качество-скорость, это как раз в наших комплексах очень прослеживается. Теперь я хотел спросить про планы на следующий год. В том числе я отметил, у вас изменится технология панельного домостроения. Вот немножечко про планы и вот про новую технологию. Про планы. Значит, мы также планируем примерно сдать около 60 тысяч квадратных метров. Плюс-минус 10 тысяч я там не беру, не уточняю, поскольку все меняется очень быстро. И за год может снова измениться законодательство. Поэтому, но в этих планах мы идем стабильно, стабильно работаем в этих цифрах. И сегодня предпосылки для того, чтобы мы все это уже реализовали, они существуют. Мы начинаем новый объект на Орденской. Я на нем дальше остановлюсь. Мы очень активно начали строительство в Экопарке Сосновой на Борцов революции в Ленинском районе. Там будет 10 домов четырехэтажных. Великолепные планировочки с лифтами. Нехарактерные четырехэтажные для вас. Да, все очень будет красиво. Также мы продолжаем строительство в Медовом, Белых Росах. То есть это традиционные уже наши кварталы, которые мы осваиваем. Так вот, возвращаясь к Орденской, я бы хотел сказать, что мы соблюдаем те наши технологии, которые у нас есть. Это крупнопанельное домостроение, то есть это цена, качество и скорость. А уже прошли проект, прошли экспертизу и начали строительство. Завтра, послезавтра мы уже забьем первую сваю на этом объекте и будет продолжаться активное строительство. И фасад будет совершенно неузнаваемый, не характерен для панельного домостроения. То есть будет на объекте сделано утепление и далее будет или мокрая штукатурка, или навесной фасад. То есть это как все остальные технологии строя. Поскольку характерное межпанельное соединение для панельных домов, оно исчезнет. Но тем не менее, сохранится характерное для панельного домостроения очень важные характеристики. Качество, цена и быстрая возводимость, технологичность. Вот как раз я про это еще хотел уточнить. Когда вы сдаете объект раньше срока, за счет чего это происходит? И вообще сегодня удается вводить дома в эксплуатацию раньше на вечного срока? Ну, первое, конечно же, это доверие покупателей к нам. Источник финансирования все-таки является самым действенным методом для того, чтобы мы вовремя в срок сдавали. И чтобы нам далее доверяли наши покупатели, мы не должны подводить их. Поэтому самый основной момент – это доверие наших покупателей к нашей фирме. И, соответственно, у нас нет закредитованности, у нас не тянут долги. У нас есть огромное производство свое, которое нам помогает, в том числе в скорости строительства. Мы знаем, как распланировать, поскольку собственное производство. Нам не надо бегать, никого уговаривать. Мы спланировали в течение трех лет, разбили по годам и начинаем работать планово. Поэтому, собственно, производство, конечно, очень хороший стимул для нас, для того, чтобы мы могли удерживать определенные цены на рынке. В то же время мы могли очень точно спланировать свои сроки. Мы работаем в плановом режиме, поэтому покупателям нашим волноваться не стоит. Тем более, что сейчас есть аскроу-счета, с которыми мы работаем. Виктор Петрович, что можете пожелать пермякам в преддверии Нового года? Уважаемые пермяки, я поздравляю вас с наступающим Новым годом. Это очень теплый, семейный, уютный праздник. И я хочу, чтобы у вас в семье был всегда уют, добро и счастье. Ну что ж, спасибо за добрые слова. Спасибо, что пришли к нам в эфир, ответили на наши вопросы. Спасибо вам. До свидания. Я напомню, что у нас в гостях был Виктор Суэтин, генеральный директор компании «Стройпанелькомплект».